В этом кабинете, перевязочной для хирургических больных, рядом расположен кабинет хирурга приема и с медицинской сестрой. Кабинеты хирурга, лора, офтальмолога и уролога подготовлены на все 100%. С 15 июля поликлиника 5-й горбольницы начнет принимать пациентов из 2-й городской поликлиники. Медучреждение на Калинина-16 непригодно для эксплуатации и временно закрывается. Пациенты и медики переселяются в другое здание. Мы сюда забираем 12 терапевтических участков с Калинина. Соответственно, в этом же блоке будет располагаться кабинет приема невролога. Многие помещения лечебно-вспомогательные, диагностические, они будут использоваться совместно, потому что здесь было отделение физиотерапии. Полным ходом идет подготовка терапевтического блока. Освободить дополнительные кабинеты для приема врачей удалось за счет вывода административных служб. Для того, чтобы подготовить помещение, соответствовать требованиям Санпина, нам надо было в кабинеты дополнить раковинами, которых там не было. Поэтому сейчас там ведутся сантехнические работы, соответственно, фартуки для раковин, чтобы нам было обрабатывать и чтобы они соответствовали Санпину. Ну и ориентировочно к 22-му числу эти работы будут закончены. Здание поликлиники на Калинина-16 является объектом историко-культурного наследия. В этом году ему исполняется 90 лет. Горожане неоднократно жаловались на плачевное состояние медучреждения. И вот день Икс настал. Оно закрывается на реконструкцию. Пациенты терпят неудобства последний месяц. Уже к концу июля 20 тысяч пациентов, которые получают медицинскую помощь в здании преклонного возраста на Калинина, переедут в здание с более комфортными условиями. На Кулагино в поликлинику 5-й горбольницы. Работать поликлиника на Кулагино будет в две смены. Для удобства пациентов на днях будут решаться вопросы о доставке барнаульцев до новой медплощадки. Возможно, организуют дополнительный транспорт. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулагно. Корректор А.Кулагно.